ребята всем большой привет начинаем новый день смотрите какое светит солнышко прекрасное ведь сегодня опять не учится у них выходной потому что морозы на улице хочу сейчас пока вспомнила читала комментарии ответить на вопрос спрашивали по поводу тонального крема который которым я пользуюсь пользуюсь я им со школы и не знаю может быть какой-то делала перерыв но потом опять же вернулась вот такому тональному крему называется он тональный крем совершенное сияние с гиалуроновой кислотой марка лореаль хотя говорили по моему что лореаль уйдет из россии но в летуале я покупаю они есть в наличии да в принципе мне кажется и других магазинах единственная цена стала выше номер у меня 4d вот сейчас вот так покажу кому интересно скриньте попробую протереть да вот так будет лучше видно так показываю вот так в общем 4d дробь 4w вот в общем я сейчас фотку сделаю и вот здесь вот сбоку прикреплю и еще спрашивала подписчица по поводу игры в элиэс который дети играют на день рождения играли мы с ребятами и взрослые дети играли в общем не могут скачать игру вадим покажи пожалуйста вот вот так вот называется элиэс алиэс не как правильно вот значок фокус есть есть вроде бы есть вот сейчас я нажму вот видно и там выбираете команду выбираете сколько игроков сколько минут сколько секунд вот например вот вот так вот она выигрываю выглядит вообще их много вариантов в apple store или в play market play market по по-другому что называется google play да вот поэтому очень много я уже делаю скриншоты вы задаете вопросы и я когда надо ответить надо ответить потом то времени нет то забываю потом начинаю снимать уже смонтировала видео блин забыла ответить на вопрос а вообще подписывайтесь на наш телеграм-канал и там можно просто писать в комментариях я вижу их быстрее во первых во вторых отвечаю сразу вот поэтому кто не подписан на наш телеграм все ссылки в описании переходите и подписывайтесь только вспомнила думаю про тональный крем спросили еще про что-то про цвет моих волос у меня естественный цвет волос у меня резинка была учись волос кудрявые у меня естественно сейчас мой цвет кстати на солнце можно его увидеть цвет обычные русые волосы светло русы я давно давно делала милирование вот здесь вот где-то внизу еще осталось но потом я решил не краситься и оставить свой цвет волос вот поэтому никакими красками я не пользуюсь для волос ни тониками не красками ничем шампунь ополаскиватель и все и больше ничего и когда делаю укладку конечно у меня есть защита для волос я кстати тоже показывала ну и очень крайне редко лак для волос это уж прям если куда-то на день рождения делать прическу вот вроде бы пока на все вопросы ответила и такая вся укутанная в теплом теплой одежде в теплых штанах иду к вальку на работу забирать машину на улице прям мороз и солнце день чудесный еще хотел сказать у нас ночью так много выпало снега смотрите все зашнежено сейчас заберу машину сегодня я не несу обед просила валька чтобы он сразу взял с собой утром когда уходим на работаем еще сложил он с собой забрал пакет чтобы не тащить вот а вечером у ксюнечки танца еще у меня машине лежит обогреватель который от сети работает у нас в общем произошла какая-то авария на тэц и теперь дома минимальная температура то есть отопление есть но она настолько маленько мне кажется весной когда осенью когда давали отопление было теплее в квартире вот в общем сейчас приеду домой надо будет его включить единственное только я переживаю когда уезжаю куда-нибудь из дома я всегда выключаю поэтому приходится нагревать вот но даже лучше выключать потому что он кислорода все равно сжигает что сейчас я даже не проветриваю квартиру обычно ухожу на улицу на кухня или в детской открываю окно сейчас не открываю потому что холодно не холодно прохладно в носках в костюмах прям норм мою машину приземлились инопланетяне нарисовали какой-то рисунок что это чтобы это могло значить в общем шутки шутками я говорю ночью шел снег по всей видимости не только ночью пока я тренировалась занималась завтраком и собиралась к вальку на работу не смотрела за окно тоже шел снег сейчас будем заводить машину попью кофе хорошо открылась почищу машину и буду собираться ехать в сторону дома люблю чистить снег когда на улице мороз я не в том плане что мне не холодно а в том плане что снег пушистый и очень быстро его можно очистить с машины а вот когда плюс-минус это все застывает замерзает и так себе удовольствие вот машина теплая была эти тут подмерзла это наверное ночной снег был это дневной умеете различать ночной и дневной снег я умею на машине ребята я знаете что вспомнила забыла вам рассказать вадим ходил к окулисту до нового года помните и нам прописали капли таблетки мы все выполняли все прокапали и 5 числа у нас должен был быть вердикт от окулиста 5 января нужны нам очки нет если результат или нет в итоге самая важная новость у вадима все стабилизировалась зрение стабилизировалась единственное дальше нам нужно закончить этот курс месяц докапать капли таблетки он уже допил больше не надо и значит месяц мы копаем эти капельки потом месяц перерыв то есть по моему до 30 января мы копаем надо в календарике я отметила посмотреть точную дату и потом месяц перерыв также отмечаем через месяц когда пройдет перерыв мы копаем через день эти же капли нужно будет купить еще и потом в июле нам нужно будет опять эти кукулисту чтобы ну то есть грубо говоря мы сейчас стоим на учете или как это сказать учете у окулиста или там ночью не знаю как правильно сформулировать вот поэтому классная новость вадиму не нужны очки сняли этот тонус это напряжение в общем слава богу что в 10 лет дети пошли проходить осмотр и мы выявили на первом на первом уровне на первых парах то что у водюшки зрение было в тонусе а это все ведет если бы мы не пошли вовремя к кулисту это бы все привело к тому что нам нужно было бы лечить его наверное как каким-то образом либо носить очки либо нам нужно было бы ну либо зрение наверное упала я не знаю как поэтому моя рекомендация вам мои дорогие убирайте от детей телефоны убирайте заменяйте их компьютером планшетом чем-то побольше потому что вот так вот приводит телефон тире глаза на маленьком расстоянии приводит плохому зрению это касается не только телефона конечно же и книг при плохом освещении так далее но вадим вам скажу уже пол месяца точно вообще не трогать телефон если захочет он не звонить перезвоню если он хочет он идет смотрит лип телевизор но у нас именно час в день конечно немного он перебарщивает иногда там полтора часа но это все лучше чем сидеть в телефоне и сейчас я с ксюши провожу тоже такой разговор разговоры о важном что убирать телефон ксюшу убирай давай пойдем лепить и рисовать что угодно делать только не в телефоне вот поэтому моя мой вам совет потому что водюха понял что капать это неприятно в глаза потому что вот от этого лекарства происходит такой секунд на 10 в небольшой дискомфорт было пару раз что вадим даже плакал он говорит мам настолько щипет сильно ну либо вадим уже хотел спать капать надо перед сном и так далее вот в общем вот такие новости на мой взгляд очень даже хорошие но это не повод радоваться сильно потому что нужно просто контролировать детей вот выезжаю думаю что у меня руль так плохо крутится у меня вот какая проблемка колесо спустила загнала валюк сейчас будет накачивать слушая как проверить проткнулась она пока не спустится мне главное вечер чтобы не спустила а то как же на маршрутке поедем почему нет датчика определяющего утечку воздуха есть такой датчик есть у вас просто не одна станция у машины а у машины есть датчик я думала прибор какой то есть специальный в общем прокололик не прокололи отец там спускает очень колесо в общем алек снял колесо и сейчас будет что-то с ним делать латать дырки наверное в общем где диск там немножко отошла камера может быть от морозов не знаю может быть стечение обстоятельств посмотрите с валёк еще вот такая тут конструкция мыльная вода да ищем ищем дырка а у меня сейчас обед на обед суп рыбный хлебцы и немного соли кружка тоже обедает всем приятного аппетита на лбу тебя ударилась стали сейчас кушаем и через час у ксюша занятие поэтому кушаем за час нам надо еще запрестись вот всем приятного аппетита выходи дырка мы уже приехали на танцы так все взяла ничего не забыла а эти балетки положила же да пойдем у тебя провожу как настроение в этом году первый раз на танцы все супер да да а сколько снега выпало много за ночь да да весело только мороз кусачий такси а в школу ходить кусачий мороз а гулять не кусачий так лет я тебя желаю хорошо потренироваться вот слушайся тренера аккуратно только поднимайся я тебя провожу сейчас позвоним туда там же закрыто на протяжении двух дней жители более 600 домов и ста социальных объектов не поступки не получает нормативный теплоснабжение чем это связано значит у нас во время значит после морозов которые мы прошли период праздников там без единого останова без ничего но понадобились остановы и оборудование для того чтобы там дефекты устранить дефект мы устранили потом при заполнении котла опять выявили дефект что у нас отодвинуло нас немного назад сейчас этот дефект устранен я захотел готовиться просто вот первый основной вопрос когда у людей появится нормативное теплоснабжение значит подъем температуры после растопки котлов там ближайшие часы произойдет мы будем до конца до подъема температуры здесь находиться на станции силами и средствами обеспечены постараемся делать это как можно быстрее и постараемся чтобы утром люди уже проснулись с горячими боками я вам больше скажу не вы здесь будете находиться здесь будет находиться мэр города саратов министр жилища коммунального хозяйства это безобразие понимаете и возникает вопрос и я вот прошу прокуратуру города саратова прокурор здесь присутствует разобраться кто в этом виноват как готовилась система теплоснабжения как готовилась крупнейшая т.с. которая обслуживает помимо объектов жилищной сферы еще объекты промышленности и кто за это самое главное будет отвечать и второй вопрос помимо налаживания теплоснабжения я попрошу обратить внимание на начисления которые вы делаете людям понятно что это второй вопрос потому что сейчас люди ждут нормативного теплоснабжения на сегодняшний момент из четырех котлов находящихся на тест у вас работает один второй вы планируете разжигать нормативное тепло которое вы должны давать более 90 градусов с учетом этой температуры который сегодня в ночь становится на территории города саратова а это я напомню порядка 20 градусов ниже нуля для этого должно работать три котла сервис я очень прошу с учетом того что вот такое безобразие происходит подготовки к отопительному сезону и сегодняшний вот этой вот внештатной ситуации разобраться вплоть до привлечения к уголовной ответственности тех кто в пауты плюс провел эту работу недобросовестным образом я думаю какие-либо здесь дополнительные комментарии этого форменного безобразия они излишни в принципе страдает граждане страдает население страдает те лица которые находятся в жилых домах и в объектах социальной сферы поэтому самое ближайшее время значит меры реагирования прокурорского будут применены вплоть до уголовно-правовой ответственности